Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». 14 часов 4 минуты московское время. Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна.ФМ» в эфирной студии Роман Шахов и наши замечательные гости. Сейчас я буду рассказывать, кто же у нас сегодня пришел. Начальник отдела специальных проектов культурного центра «Москвич» Анастасия Маскаль. Здравствуйте. Здравствуйте. А также директор культурного центра «ЗИЛ» Павел Хлопин. Добрый день. Здравствуйте. Ребят, рад вас видеть таких счастливых, улыбчивых в понедельник. Как поживаете, как настроение, расскажите вообще. Ну, настроение прекрасное, мы же не на работе здесь. Вы не на работе. Что касается их работы, рассказывай. Значит, городская акция «Московский пленэр» стартовала 21 июля. В этот день культурные центры столицы провели для всех москвичей занятия по рисованию на открытом воздухе. 80 бесплатных мастер-классов по живописи в необычных местах. Вот теперь рассказывайте, кто начнет. Ну, я расскажу, потому что, на самом деле, совсем недавно стал директором культурного центра «Москвич». До этого работал... Постравляю. Ой, ЗИЛ, оговорочка наша, она произошла. До этого работал в дирекции по развитию культурных центров города Москвы и курировал, по сути, все культурные центры. И мы в том году придумали как раз-таки эту акцию «Московский пленэр». Она прошла в этом году второй раз. Мы решили создать условия, при которых любой москвич может найти удобное для себя место и прийти просто порисовать. Для этого более 70... ну, 80 культурных центров создают площадки, придумывают места, где они организуют процесс, где любой житель может прийти под надзором художника, поучиться или просто попробовать себя порисовать. В том году в акции приняло участие чуть больше тысячи человек, там 1300. В этом году их было гораздо больше, 2300 участников. Мы планировали, конечно, еще большее количество, но погода немножко подвела. Я знаю, что многие не рискнули идти, потому что было облачно. Но, тем не менее, ни одна площадка не отменилась. То есть все площадки работали. В этом году мы рисовали город будущего. То есть любой житель мог нарисовать... Ну, техника пленера заключается в том, что рисуется все с натуры. И люди рисовали те пейзажи, которые видели, и потом дорисовывали в них... Футуризм какой-то, да. Что-то, что они хотели бы увидеть на этом месте в будущем. Собственно говоря, это и состоялось. Сейчас мы собираем работы тех, кто захотел ими поделиться, потому что в этом году вот новшество. Участники могли оставить свои работы, и мы будем их организовать в выставку, которая как раз-таки запланирована у нас в культурном центре «Москвич». Так, а что касается Департамента архитектуры Москвы, они придут туда посмотреть и понять, каким бы хотели видеть город в будущем жители этого города? Конечно же, мы пригласим всех, но для нас самое важное, чтобы жители, на самом деле, увидели мнение других жителей, потому что тут еще такая история, что мы в том году у москвичей спрашивали, чего бы они вообще хотели от культурных центров. И многие из них высказывались о том, что им очень хотелось бы, чтобы в культурных центрах был такой формат работы, когда создаются выставки работ самих посетителей или просто жителей. Не уже состоявшихся художников, не профессиональных артистов или фотографов, а именно простых жителей. И именно для этого мы делаем вот эту выставку, когда любой нарисовал и потом смог увидеть себя уже на месте, сопоставимо с выдающимся художником. Это здорово. Дорогие друзья, у нас очень хочется выступить Настя. И что Настя интересного расскажет, об этом мы с вами узнаем очень скоро. Оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». Если у вас есть вопросы к нашим гостям, 8909-9281-8999, смс, ватсап, вайбер, пишите, они непременно ответят. Правильно? Конечно. Все, вернемся. Лучшие в стране. Мальчики и девочки, у нас телерадиоканал «Страна.ФМ» продолжает свою работу. И такой, знаете, культурный час у нас сегодня в программе «Лучшие в стране», потому что начальник отдела спецпроектов культурного центра «Москвич» Анастасия Маскаль в гостях у «Страны.ФМ» и директор культурного центра «ЗИЛ» Павел Хлопин. Мы продолжаем общение. Давайте послушаем теперь Анастасию, что она расскажет про культурную жизнь «Москвича» и в целом про «Пленэр». Ну, наверное, я начну с «Пленэра». Давайте. Павел очень качественно и обширно, в принципе, рассказал об основной идее. В целом, да, действительно будет проходить выставка с 14 по 31 августа на базе нашего учреждения. В субботу прошел московский «Пленэр» и уже мы принимаем потоком. Мы, на самом деле, ну, так если откровенно, мы не думали, что будет такое огромное желание у москвичей принять участие в выставке. Но, на самом деле, оно огромное. Нам приносят картины по 5, по 10, по 20. Москвичи на месте уже площадки. Можно еще приносить, да? Потому что они сейчас, наверное, сидят где-нибудь в парках, пишут, слушают нас. До какого числа можно приносить? Мы принимаем до четверга, до пятницы. Вот это недели. Да, от каждого культурного центра. Если уж очень они хотят принести свои картины, я думаю, можно. В каждом округе есть свой культурный центр. Можно прийти, договориться и повезти свою прекрасную картину. Отлично. Вот. Сама выставка, наверное, будет самой масштабной в плане выставки непрофессионалов. Более 500 работ будет. Мы будем делать большую такую застройку. Это не будет просто на листике приклеенной картины, назовем так. Как это будет? Это будет картина, оформленная в рамках, с подвесами. То есть это будет полноценное выставочное пространство, выстроенное коридорами, где любой человек может прийти и почувствовать себя в такой галерее, но галереи рисунков жителей города, такие же, как и они. Будет плазма, если будет большой поток, мы хотим еще на плазме пускать картину. То есть это будет такой масштабный проект, который продлится до 31 августа. Будут двери открыты, да. В любое время можно будет прийти с утра до вечера посетить, с 10 до 10 посмотреть эту выставку. Это все будет как раз в культурном центре Москвичи, да? Да, в культурном центре Москвичи. Настя, адрес, давайте напомним. Волгоградский проспект, 46, корпус, 15 метро, текстички, 10 секунд от метро. Приезжайте, да, это очень удобно. Что касается города будущего, москвичи нарисовали его, для вас было какое-то откровение, изумление или все ожидаемое? Каким хотят видеть город будущего москвичи? На самом деле, как говорится, мысль материальная. Мы когда с коллегами проговаривали по поводу тематики московского пленэра, и в принципе, о каким мы сами хотим видеть москвич в будущем, к 2020 году, мы тезисно проговаривали, что вот крышу бы сделать, вот чтобы там прям сад был, что можно было сидеть, читать книжки и так далее. И было большое удивление, когда действительно к нам на площадку пришли два архитектора, которые все это спокойно сели, сказали, мы сами нарисуем, как видим. Откуда они были? Они не сказали, откуда они из какой-то школы, они проходят, где-то обучаются на архитекторов, и они вот мальчик-девочка, они нарисовали полностью, срисовали москвич, и нарисовали как раз его в будущем с прекрасной крышей, цветущей, где можно проводить время. И мы когда задавали вопрос, а почему именно так, они говорят, ну такое огромное здание, такая большая крыша, ну куда она пропадать-то будет? Вид-то какой красивый открывается. Поэтому, в принципе, наши ожидания и наше мнение москвича к 2020 году, ну, внешне хотя бы оно совпало. Ну, в мэрию мы подадим вот эти документы, покажем, что хотели бы именно вот так. Конечно. Я думаю, не только москвич это сделает, а все культурные центры сделают подборочку лучших проектов, и будут, знаете, на, как там говорится, рядом под левой рукой хранить, мало ли что. Друзья, мало ли что интересного еще расскажут наши гости. Оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна.ФМ» 8909-928-189, смс, ватсап, айбер, пишите, задавайте вопросы, скоро вернемся. Анастасия Маскаль и Павел Хлопин в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы, дорогие друзья, говорим сегодня о культуре и о культурных центрах. Рассказывайте, что в течение лета можно в культурном центре «Москвич» и в культурном центре «ЗИЛ» увидеть, ощутить, в чем можно принять участие. Ну, давайте я, наверное, начну. Давайте. Хотела бы сказать, что не только в культурном центре «Москвич», а в целом есть очень прекрасная программа, называется «Кутлет». Это программа летнего именно такого досуга. Культурные центры, есть стереотип, что они закрываются, такой мертвый сезон, летом все уезжают и активности никаких не проводят. Одна бабушка сидит, да, в актере, вяжет. Да, на самом деле это абсолютно неправда, потому что все культурные центры летом живут. И в рамках этой программы проходит огромное количество активности. Это и мастер-классы по частушкам, и скрабукинг, и танцы, и рисование. На самом деле просто нужно прийти в свой культурный центр и посмотреть афиши. И программа действительно очень обширна, и она на все лето. Вопрос. Давайте. Есть ли какой-то сайт, где можно посмотреть всю карту Москвы, где вот находятся культурные центры по Москве? Есть какой-то сайт такой общий? Да, есть сайт дирекции по развитию культурных центров города Москвы. Также есть раздел на сайте mos.ru. Культурные центры Москвы, там есть все адреса. И больше того, вся вот эта программа «Культ лета», о которой говорила Настя, она там тоже есть. Можно увидеть вплоть до любого дня и времени, когда будут проходить какие интенсивы и какие мероприятия. А люди могут подать какую-то заявочку? Например, мы хотели бы организовать кружок, например, духовой музыки, например. Как это обратная связь бывает? Я могу сказать, наверное, со стороны культурного центра Москвичина в этом направлении. У нас есть такая практика, когда к нам обращаются жители города со своей инициативой. Ну, мы стараемся поддерживать. На данный момент у нас очень развитая такая инициатива, как выставки именно работ. Мы даже начали сотрудничать с благотворительным фондом «Монализа». То есть мы организовываем выставки. И очень часто жители города пишут, можно ли провести свою выставку. Первый, естественно, вопрос, а сколько это стоит? Мы радуем людей, что это абсолютно бесплатно. И мы помогаем людям, и они организовывают свои выставки. Кроме этого, в этом году и в следующем планируется запуск у нас лично такого проекта, как «Арт-резиденция Двойка». В рамках этого проекта мы, в принципе, будем поддерживать молодых людей творческих. Неважно, рисует человек каллиграфию прекрасно, либо он поет, битбоксит, либо он рисует как-то. В общем, абсолютно все виды современного творчества. Мы готовы поддерживать молодых людей, всяческие ресурсы. А какие запросы от молодежи? Вот, Настя, сейчас вот что там? Можно я тут немножко клинюсь? Просто есть история, когда каждое учреждение само узнает, что хочет их аудитория. А еще в том году был большой проект. Краудсорсинг проводился при правительстве Москвы, когда более полутора тысяч москвичей вообще накидывали свои идеи, и зачем же нужны культурные центры в будущем. Там проводился целый цикл отбора этих идей. И вот сейчас 73 идеи лежат в неком плане на два года, которые будут насыщаться во все культурные центры. Но запросы абсолютно разносторонние. Хотят, конечно, в большей степени что-то про будущее. Очень многие хотят развития каких-то дополнительных компетенций, чтобы повысить свою конкурентоспособность. Многие говорят о современных технологиях блокчейна, каких-то вещей, связанных с развитием детей, ментальная математика, какие-то вещи, направленные на их развитие коммуникабельности. Очень большой запрос на иммерсивность, когда человек является не просто наблюдателем, а является участником процессов этого, что касается мероприятий. Поэтому мы за этим постоянно следим, и каждый центр действительно следит за тем, чего хочет его аудитория и пытается подстроиться под него. Потому что мы понимаем, что иначе культурные центры или дома культуры, как это раньше называлось, которые были в первую очередь за сохранением традиций, чем мы сейчас, конечно же, тоже занимаемся. И у каждого центра есть свой пул таких традиционных видов творчества, видов искусства. Но чтобы и их сохранить, и передать традиции, обязательно нужно еще и следить за современным пополнением тех интересов, которые нужны жителям. Ну, вот я чуть-чуть прям добавлю, Павла. Действительно, это очень такой, на мой взгляд, хороший проект. И в рамках него 8 августа в всех культурных центрах пройдет одна из мероприятий крауда. Это оффлайн-среда. Это сетевая акция. Запрос был следующий, что люди, жители города, хотят не виртуально через соцсети, инстаграм, контакт, общаться с людьми, а хотят воочию поговорить. Неважно, это блогеры. Неужели началось с Настей? Представляете, да, творческие люди. И вот в рамках этого проекта действительно все культурные центры вытаскивают очень интересных людей, которые приходят и общаются. Как это будет, мы узнаем чуть позже. Оставайтесь в эфире «Страна ФМ». Прям, ну, очень интересно. Дождитесь. Лучшее в стране. Друзья, Анастасия Маскаль и Павел Хлопин в гостях в телерадиоканале «Страна ФМ». Мы сегодня говорим о культуре, о культуре, которая, собственно, рядом с нами. Культурный центр «Москвич», культурный центр «ЗИЛ» и вообще культурные центры «Столицы». В настоящее время, где уже, казалось бы, нет места без интернета, все больше и больше у людей появляется спрос на простое живое общение. Настя, расскажите об этом, пожалуйста. Что это за проекты такие? Это прекрасный проект в рамках крауда, про который мы уже говорили. День единой действий. Сетевая акция пройдет 8 августа. В рамках этой акции во всех культурных центрах пройдут встречи с известными людьми, известными сообществами. То есть это будет такая офлайн именно встреча, онлайн встреча, когда люди смогут поговорить с друг другом. Оффлайн. Оффлайн, да. В рамках у нас лично в «Москвиче» будет проходить встреча с актрисой Анастасия Панина, известная по сериалу «Физрук», главная героиня. У нас будет проходить встреча с ней, где каждый может не в Инстаграме ставить лайки и комментировать фотографию, а лично задать вопросы и узнать все-таки какие-то сокровенные моменты, которые не все готовы делиться, скажем, в поле социальных сетей, а при личной встрече с удовольствием можно побеседовать и поговорить. Так, а что будет в культурном центре ЗИЛ? Давайте у Павла узнаем. Я тут немножко перехвачу инициативу, скажу, что на самом деле вот такие встречи, они для домов культуры или культурных центров, как вводилось раньше, они не на «вы». То есть мы, по сути, просто создали и перезапустили, и как бы обозначили, что есть новый формат работы в культурных центрах. Хотя эти встречи также с лидерами мнений, с какими-то известными людьми, он был и до этого. Просто сейчас мы именно обозначили, что есть площадка, на которой человек, имея какую-то популярность в цифровой среде, может встретиться лицом к лицу со своими подписчиками и пообщаться. Который интересен обществу. Потому что на самом деле появился и новый запрос от них, потому что есть достаточно большое количество людей, которые в интернете известны, но не всегда рискуют встретиться с людьми вживую. А тут это можно сделать, да еще и бесплатно. И сам формат, на самом деле, стал интересным, поэтому и учреждения за них зацепились, и достаточно большое количество заявок появляется тех, кто хочет в этом поучаствовать. Мы сейчас ведем переговоры с руководителем школы английского языка Полиглот, с Петровым, вот, насчет того, чтобы он у нас пообщался со своими подписчиками. Это та самая, которая делает и программки, вот, да, в телефон скачиваешь? Да, 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 да. Все. Это когда? Восьмого? Восьмого августа. Это все в один день во всех культурных центрах Москвы. В ближайшее время будет анонс на МОСРУ, будут анонсы в каждом культурном центре. В Инстаграме, по хэштегу «Оффлайн среда» тоже можно будет все найти и узнать, где, с кем можно будет пообщаться. Летом культурный центр ЗИЛ что предлагает москвичам? Что у вас? Расскажите, похвастайтесь. По нашему предложению, оно очень обширное, потому что все культурные центры сейчас переходят на то, чтобы сломать, опять же, тенденцию, когда в 90-е годы сложилась история, что мы есть продолжение образовательной системы, и все у нас в основном для детей. Сейчас мы работаем насчет того, чтобы изменить вот эту целевую аудиторию, и в нашем центре как раз есть предложение для абсолютно всей возрастной аудитории. Для детей у нас работает летняя творческая лаборатория, в рамках которой прошло уже четыре смены. Ближайшие две смены анонсирую, приглашаю всех принять участие. Это смена-анимация, где у нас дети от 10 до 16 лет, мы затрагиваем в основном подростков, научатся полному циклу создания мультфильма. От разработки идеи до выбора материалов, как ее выплатить, до работы с зеленым хромакеем, до подбора звука. И все это скомпонует, и это закончится готовым настоящим продуктом. Насколько это дорого, Павел? Ну, это не дешевое удовольствие. У нас абонемент стоит 26 тысяч рублей, но это хороший, полный цикл. Там работают профессионалы, и нет ни одного недовольного к закончившему нашей смене в том, что он принял в этом участие. Да, но того стоит. 13 августа у нас начнется смена арт, где мы будем как раз-таки по большому счету очень глубоко просвещать подростков на предмет стилей в художественных искусствах. Они попробуют разные техники, попробуют посоздавать, тоже потворить, и в том числе изучат нюансы, как потом уже готовые произведения искусства должны инкрустироваться, вливаться в экспозицию. Практическую профессию даете. Да, то есть по большому счету такое хорошее профориентирование. Молодцы. Друзья, сделаем маленькую паузу, после которой вернемся. Будьте поблизости. Друзья, насколько все хорошо в культурном досуге, сегодня рассказывают на телерадиоканале «Страна.ФМ» начальник отдела спецпроектов культурного центра «Москвич» Анастасия Маскаль и директор культурного центра «ЗИЛ» Павел Хлопин. И мы с Павлом говорили в прошлом выпуске. Давайте продолжим тему. Вот что у нас еще? Да, я рассказал о том, что у нас есть для детей и подростков. Да. Хотел бы побольше уделить внимание как раз тому, что у нас есть для взрослых. У нас с завтрашнего дня начинается цикл лекций «Искусство эндкосмос». Мы будем говорить о космонавтах, которые видели что-то, что недоступно человеку, живущему на Земле, и как они это в дальнейшем превращают в полотна, потому что достаточно большое количество бывших космонавтов становятся художниками. Вообще, у нас достаточно много лекций проходит. В Москве один из пяти самых известных лекториев. 80 лет назад, когда наше здание построилось, оно, кстати, является памятником конструктивизма, в нем изначально был заложен лекторий. И вот всю свою историю в нашем учреждении этот лекторий живет. И у нас проходит более 580 лекций в год на абсолютно разные тематики. Это все проходит циклами. У нас достаточно большая аудитория, поэтому всех ждем тоже в гости на эти лекции. Когда, чего, Павел? Начиная с завтрашнего дня вот я анонсировал цикл «Искусство эндкосмос». Также у нас каждую неделю, начиная с этой, по вторникам, будет проходить экскурсия «Москва с крыши». Так как культурный центр «Зил» находится на одном из самых высоких холмов Москвы, с нашей крыши открывается отличная панорама на всю Москву. Видны все ее пики и все вышки. Собственно говоря, замечательный москвовед, редактор проекта «Прогулкино» Татьяна Воронцова рассказывает нашим посетителям о очень многих интересных нюансах планирования города. Все это время и будет продолжать до конца лета идти у нас фестиваль под названием «Маяк и лето», посвященный 125-летию Маяковского. Маяковский, вот сейчас мы уже можем взглянуть на историю его творчества, был мультиформатным в искусстве человеком, поэтому мы на рамках нашей выставки как раз говорим о различных направлениях его творчества и поэзии, и графике, и рассматриваем его как раз таки вот в различных разрезах, проходит большое количество встреч, тоже знакомьтесь на нашем сайте с расписанием мероприятий в рамках фестиваля и всех предложим. В детской библиотеке тоже проходит большое количество мероприятий, но я не буду на них сильно задерживаться. Также у нас проходят две резиденции, одна индустриальная арт-резиденция Даниловский район «Пишу место». Мы приглашаем всех желающих написать свой маршрут экскурсии по близлежащим к культурному центру Дзилу районам, рассказать о каких-то интересных местах, о которых они знают. Лучшие работы будут проработаны кураторами из нашего культурного центра и лягут в настоящие экскурсионные маршруты. Они не могут воплотиться в жизнь. Да, они обязательно воплотятся в жизнь. Причем лекторам или салекторам на этих экскурсиях мы пригласим как раз-таки уже непосредственных жителей. А второго, кто предложил маршрут. И вторая резиденция у нас... Павел, здесь мы сделаем паузу. Дорогие друзья, дождитесь второй резиденции. Скоро вернемся оставить компанию Страна ФМ. Лучшие в стране. Рядом со мной Анастасия Маскаль и Павел Хлопин. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Давайте расспросим еще раз Павла о том, что же там в культурном центре ЗИЛ еще интересного. Да, я хотел еще анонсировать о том, что у нас идет набор в резиденцию для молодых хореографов современного танца. До 26 августа все желающие поработать самостоятельно или в творческой группе подают свои заявки. Тем, кто пройдут нашу резиденцию, будет предоставлено более 50 репетиционных часов и на выходе они должны будут представить свои произведения в открытом показе работ резидентов. То есть смотрите, если я правильно понял, хореограф получает зал, получает команду и ему дают возможность потом свою программу например на дне города. Ну это навряд ли уложится к дню города, но потом на отдельном хорошем показе посвященном в том числе и какому-то значимому событию. Конечно, да. Но не все могут петь и плясать, возраст у людей бывает разный. Например, мы говорим о проекте активной долголетии. Вот здесь что вы можете предоставить москвичам? Да, проект Московское долголетие. В рамках него у нас действительно проходит огромное количество интенсивов. Я не буду сильно углубляться, потому что вся информация есть и на нашем сайте, и на сайте Зила, и во всех сайтах культурных центров. Яркий пример у нас проходит интенсив симнот вокальный. У нас есть мастерская театра Арцех, где театральное больше направление идет. У нас есть танцы для людей старшего возраста, рандеву, где везде опытные педагоги дают возможность, скажем так... А какие самые модные там? Не знаете? Самые модные... Ну, вот у людей в возрасте самые модные, популярные танцы? Вальс? Слушайте, я могу вам сказать, что за рандеву я слежу очень часто, потому что я мимо них хожу и каждый раз вижу, как люди старшего возраста в парах вальсируют, либо какое-то латиноамериканское чуть-чуть направление. Красиво, красиво. Именно парные. То есть, да, пользуются популярностью, действительно, огромное количество людей приходят, наслаждаются, танцуют, общаются. Это, конечно, я считаю, очень ценно, в принципе, что такой проект есть. Фантастика. Что люди после выхода на пенсию могут развиваться, получать какие-то там компетенции дополнительные. В то время, когда они танцуют, их внуки могут, наверное, что-нибудь хай-тековское у вас там захватить. Конечно, могут. У нас есть прекрасные наши коллеги, которые являются также нашими, можно сказать, резидентами. Это компания Верека. Они являются разработчиками виртуальной реальности. С ними мы реализовали уже два таких крупных проекта. Первый проект, самый первый, это уникальный проект в России. у нас была выставка, мы открывали выставку иллюстратора Ивана Костимова, человек, который очень красиво рисовал каллиграфией. Безумно красиво. И Иван совместно с ребятами интегрировали эту картину в виртуальную реальность. То есть, она была отрисована вручную, она была перерисована, потом смоделирована. Это можно увидеть сейчас. Если безумное будет желание, готова лично провести экскурсию по культурному центру Москвича с помощью очков погрузить в эту картину в виртуальную реальность. Друзья, ходите в культурные центры, развивайтесь, отдыхайте душой и телом. У вас есть для этого в Москве все возможности. Я вас благодарю. Друзья, у нас сегодня в гостях была начальник отдела специальных проектов культурного центра Анастасия Маскаль и директор культурного центра ЗИЛ Павел Хлопин. Ребят, большое спасибо. Вам большое спасибо. У вас прекрасная работа и мы будем рады прикоснуться к тому, что вы делаете. До новых встреч. Ждем гостей. Всего хорошего. Пока. Пока. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ